Привет, я Мария Календарева, и я давно мечтала и хотела записать такой формат тренировки, где я вам показываю, как буквально двигается каждая часть вашего тела, от стоп до плечей и лопаток. Это скорее даже лекция, на которой можно подвигаться и понять, как устроено ваше тело, чтобы в будущем, когда вы пойдете на тренировки, вам было понятнее, что от вас хочет тренер. Я приглашаю вас посмотреть эту небольшую лекцию, подвигаться вместе со мной, и до встречи на моих тренировках, до встречи на коврике. Стопы. В стопах глобально есть три движения. Это пронация, супинация, по-другому еще называют эверсией, инверсией. Это когда одна арка уплощается, а вторая поднимается, внутренне уплощилась, внешне поднялась и наоборот. Еще здесь также можно диагностировать плоскостопие, то есть когда уплощена эта арка. Вот так это движение выглядит, подъем, опускание. Второе движение – это сгибание, разгибание в голеностопе. Это закрытая цепь в контакте с полом. Это открытая цепь вне контакта. Сгибание, разгибание. И сгибание, разгибание пальцев. Отдельное движение в закрытой цепи, подъемной носочке. И открытая цепь. Сгибание, разгибание. Еще раз. Пронация и супинация. Сгибание в голеностопе. Разгибание. И сгибание-разгибание пальцев. Таз. Глобально также имеет три движения. Есть в позиции на двух ногах и в позиции на одной ноге. В позиции на двух ногах сгибание выглядит вот так. Разгибание выглядит вот так. Согнули таз. Разогнули таз. Когда вы сгибаетесь, седалищные бугры направляются назад. Когда вы сгибаетесь, точнее разгибаетесь, седалищные бугры направляются в пол. Сгибание. Разгибание. Все остальные движения проще показывать на одной ноге, потому что так будет больше амплитуды. Итак, на одной ноге также. Давайте покажу сгибание-разгибание. Таз назад. Таз вперед. Все становые тяги идут через сгибание-разгибание таза. Движение в сагидальной плоскости. Далее плоскость фронтальная. Приведение-отведение. Сейчас я делаю приведение для вас зеркально для вашей правой ноги в закрытой цепи. А теперь это же приведение-отведение я делаю для правой ноги в открытой цепи. Вот я ногу отвела. Вот привела. Видите, нога свободная. Отвела в сторону. Привела к тазу. Здесь я ногу приближаю к тазу, а в закрытой цепи наоборот. Я таз приближаю и отдаляю от ноги. Приближаю и отдаляю. Еще раз приближаю и отдаляю. То же самое для левой ноги будет выглядеть вот так. В закрытой цепи для опорной стопы отведение-приведение. Отведение-приведение. И в открытой цепи отведение-приведение. Отведение-приведение. И третья плоскость горизонтальная. До этого была фронтальная. По горизонтальной это вращение. Внутреннее вращение. Внешнее вращение. Сейчас я показываю внутреннее-внешнее вращение для правой ноги. Для вас зеркально. В закрытой цепи. В открытой цепи это будет выглядеть вот так. Внешнее, внутреннее наверняка. Делали на разминке такое упражнение. И для левой ноги это будет выглядеть вот так. То есть я обхаживаю ногу. Вокруг нее хожу. Ставлю вовнутрь. Видите внутреннее вращение. Тазы крутила относительно ноги. Внешнее. Таз относительно ноги открутила. Еще раз. Внутрь. Наружу. Внутрь. Вес на левой ноге. Наружу. И вот здесь также внешнее и внутреннее. Внешнее. Внутреннее. В открытой цепи. Закрытая цепь. Открытая цепь. Сгибание в закрытой цепи для правой ноги будет выглядеть вот так. То есть левая здесь в принципе не важна. Потому что закрытая цепь значит, что контакт с полом. А в открытой цепи сгибания-разгибания для правой ноги вот так. То есть вот я согнула ногу. Можно согнутую в колене. Можно прямую. Не важно. Вот оно разгибание. Разгибания будет совсем мало. Смотрите. Разгибание начинается вот отсюда. То есть вот с этой точки. Это уже разгибание. И дальше пересекается линия корпуса. И назад нога может пойти по анатомии не больше, чем на 15 градусов. То есть вот все, что дальше, это поясница. Сгибание. Разгибание. И соответственно для левой ноги также закрытая цепь. Это выглядит вот так. Я сгибаюсь. Проворачиваю таз относительно бедра. И разгибаюсь. Проворачиваю таз относительно бедра. Тут не так важна правая нога. Как она себя ведет. А вот теперь, чтобы сделать открытую цепь, я приношу вес. Нога остается свободной. И я могу его так махать. Вот она открытая цепь. Но я сейчас не контролирую движение. Просто хочу вам показать разницу. Вот согнулась. Вот разогнулась. Песница. В пояснице больше заложено сгибание. Но и разгибание тоже. То есть она именно ориентирована на сагитальную плоскость. На сгибание и разгибание. Но смотрите, есть такой момент, что ошибочно начинается движение происходить не за счет поясницы. То есть нам нужно скруглить грудной и пробовать теперь только лишь двигаться в пояснице. Вот мы ее согнули. Хотя округлилось. Вот мы ее разогнули. Также еще можно разгибание и сгибание в пояснице показать через шифт грудного отдела. Вперед и назад. Вот я выдвигаюсь вперед, у меня поясница разогнулась. Вот я задвигаю грудную клетку назад, вот у меня поясница согнулась. Боковые наклоны также есть в пояснице. Их легче всего показать через отведение-приведение таза. Вот они. И точно так же грудная клетка будет наклоняться навстречу к тазу. Вот здесь создается натяжение, здесь сокращение. Вот оно. Фронтальное движение в пояснице, боковой наклон. Вращение в пояснице совершенно мало, буквально 5 градусов. Поэтому вот эти вот сильные скрутки, особенно если у вас проблемы с позвоночником, грыжи, делать осторожно. Видите, нам грудная дает 30 и поясница 5. Это каждый позвонок, в пояснице 5 позвонков, каждый позвонок дает всего лишь 1 градус. То есть слишком сильное скручивание может сказываться на межпозвонковых дисках не очень благоприятно. Вправо, влево. Ну в одну сторону мы всегда чуть лучше поворачиваемся. Мы принимаем, что мы немножко асимметричны, это нормально. Вот, про поясницу такие дела. Грудная клетка это все 12 ребер. От самого нижнего до самого верхнего. И плечи тоже включаются в комплекс грудной клетки. В грудной клетке есть глобально 4 движения. Но четвертое оно будет со звездочкой, потому что оно на самом деле происходит за счет поясницы. Итак, первое, самое ключевое, для чего нужна грудная клетка, это вращение. Направо, налево. Тут всего 30-35 градусов в каждую сторону. Право, лево. Одинаково. Боковые наклоны. Направо, налево. Фронтальная плоскость. Вот оно движение. Здесь ребра за счет того, что пространство между ними расширяется, совершается боковой наклон. Со спины это выглядит вот так. Направо и налево. И еще одно движение. Сгибание, разгибание, разгибание. Мы поднимаем ключицы, ребра, приподнимаем нижние ребра. И сгибание. Нижние ребра прячем в таз. Округляем спину. Но здесь разгибание будет происходить вместе с подъемом лопаток. Потому что это закономерность такая. А со сгибанием плечи, лопатки будут опускаться. Вдох будет поднимать ребра. Выдох будет опускать ребра. На вдохе диафрагма будет опускаться вниз. На выдохе диафрагма будет подниматься вверх. Вдох. Проталкиваем брюшную полость. Давление в животе растет. В грудном отделе падает. С выдохом в брюшном отделе разряжается. В грудном растет. Вот оно разгибание. И вот оно сгибание. И четвертое движение со звездочкой я сказала. Это шифты вправо-влево. Можно подумать, что это грудной двигается. На самом деле, если присмотреться, то это двигается поясница. Но просто за счет поясницы происходит перемещение в пространстве именно у грудного. Поэтому принимаем, что это как будто бы грудной. На самом деле, это поясница. Вправо-влево. И в этом шифте можно сделать наклон, сдвинуть. Наклон, сдвинуть. Я соединяю две плоскости. Или я могу сделать сдвигание. И вот уже сочетание плоскостей сделать повороты. Или сдвигание сюда. И сделать здесь повороты. Или сделать наклон и сделать сгибание. И разгибание. Или сделать сюда наклон. И тоже будет сгибание. Разгибание. И еще раз. Вращение вправо-влево. Боковые наклоны вправо-влево. И сгибание вверх-вниз. Это разгибание. Разогнуться, раскрыться. И сгибание, опуститься. Еще также это движение можно показать лежа на животе, вот это будет разгибание, а вот это будет сгибание. То есть выход из разгибания это уже сгибание. И то же самое здесь, выход из сгибания это уже разгибание, то есть я согнулась и начиная выходить отсюда уже делаю разгибание. Кто-то остановится здесь, и это уже для него будет предел. Кто-то может пойти дальше, все зависит от исходных данных и уровня подготовки. Плечи и лопатки, объединяем их вместе. В лопатке глобально три движения, это элевация, депрессия, подъем и опускание. Плечи к ушам, плечи от ушей. И закономерность следующая. На разгибание плечи поднимаются к ушам, на сгибании плечи опускаются от ушей. Сгибание, выдох, плечи вниз, разгибание, вдох, плечи вверх. Протракция, ретракция, лопатки свести, развести. Еще есть такой тренажер тяга горизонтального блока. Это как раз оно. Свести лопатки, развести. Протракция, ретракция. И третье движение это передний и задний наклон лопатки. Он осуществляется за счет движения руки назад. Тогда лопатка начинает наклоняться вперед. Вы можете посмотреть, вот сейчас сзади на лопатке. Я хоть тоже посмотрю, узнаю как это. Еще раз, плечи наклоняются вперед, лопатка наклоняется вперед. Здесь руки двигаются вперед, а лопатка наоборот наклоняется назад. Еще раз, плечо вперед, плечо назад. Вот он наклон. И здесь амплитуда примерно вот столько. Потому что дальше, чтобы руку поднять, придется уже лопатку поднять. А нам нужно чистое движение переднего и заднего наклона. Вот он, задний наклон. Стоп. Вы можете почувствовать такое характерное ощущение в плече. Мышцы напрягутся. И дальше уже движение не пойдет. Дальше придется лопатку поднять. Потому что здесь уже все. Стоп. Кость уперлась в кость. Поэтому сюда это примерно вот так. Опять же, если выше хочется поднять, это уже видите грудной. А в нейтрале сюда это примерно вот так. Вы можете здесь почувствовать широчайшую. Попробуйте. И плечи. Сгибание в плечах. Разгибание в плечах. То есть разгибание начинается уже отсюда. Вот я здесь руку подняла, и все, что вниз, это уже разгибание. То есть не только назад, но и вот сюда вниз это тоже разгибание. Соответственно, сгибание это сюда наверх. Еще раз. Это разгибание. Это сгибание. Разгибание. Сгибание. Ну, отведение, приведение так же. Здесь отведение, приведение примерно вот столько. Руки могут подняться. Дальше уже чаще всего лопатки. Поэтому и просят высоко руки не поднимать, чтобы не повлекать лопатки. Тем самым не повлекать трапецию. Здесь у нас амплитуда примерно такая. Дальше я уже чувствую, что мне приходится напрягаться, чтобы выше поднять руки. То есть вот оно, отведение. Столько примерно будет. Приведение. Ну, здесь его вот столько примерно. Вот так. И, соответственно, чтобы поднять руки выше, нужно поднять к плечи. К ушам это неизбежно. И внутреннее, внешнее вращение в плечевом суставе. Но оно отдельно не бывает. Оно всегда как-то в совокупности возникает во время походки. То есть вот такая совокупность движения. То есть внутреннее вращение плеча будет вместе с передним наклоном лопатки. Внешнее, соответственно, с задним наклоном. Вот она тоже закономерность. То есть чистого движения такого нет. Есть вот такое движение. Его и тренировать будет эффективнее. То есть именно вот в таком контексте. Сюда внутрь, сюда наружу. Здесь плечо наклон вперед. Здесь плечо наклон назад. Лопатка. У шеи глобально четыре движения. И шея чем-то похожа на поясницу. То есть голова это как грудная клетка. Поясница это как шея. Они во многом похожи. Но у шеи большей степени свободы. Если поясница, она больше заточена на сгибание и разгибание, то шея, она может и вращаться, и наклоняться. Точнее голова на ней. Итак, первое это сгибание-разгибание в двух отделах шейного отдела. Сгибание в нижний шейный отдел. Это такое движение, как будто вы вынюхиваете что-то. Выдвигаете полочку от комода и задвигаете. Это будет сгибание, это будет разгибание. Нижний шейный отдел. То есть верхний молчит. А вот верхний шейный отдел будет сгибаться-разгибаться вот в таком положении. Когда голова будет запрокидываться назад и вперед. Окей. Дальше боковые наклоны. Здесь как будто бы ухом тянемся к потолку, прислушиваемся к небу. Вращение. Это вот так. Кто-то говорит, что вращать шею нельзя, и это все бред. Можно. Более того, запрокидывать голову тоже можно. Ну, если это движение есть, как не запрокидывать? Вы же как-то, когда хотите посмотреть на звезды, вам же нужно запрокинуть голову. Соответственно, это делать можно. Просто нужно это делать знать как. И четвертое движение, оно тоже такое немножко со звездочкой. Сейчас, наверное, уже догадались. Это вот такие вот шифты. Но здесь конкретно движение будет именно в шее. То есть это не грудной отдел. Я сдвигаюсь. Чем-то похоже на восточные танцы. Конечно, тут можно добавить грудной. И тогда как бы будет контрдвижение. То есть я голову сдвигаю, если вправо, то грудь будет для удержания баланса влево. Все в нашем теле. Влево мне немножко сложнее сдвигать. Все в нашем теле так связано, чтобы удерживать баланс. То есть если голова сдвигается вправо, у нас есть шифт в походке, то есть мы голову сдвигаем, то грудь, чтобы компенсировать, будет сдвигаться в другую сторону. И наоборот. Раз, два. Но если это утрировать, это примерно вот так. Также если утрировать, опять же, еще одно сочетание, то боковой наклон головы будет сопровождаться противоположным наклоном грудной клетки. И будет подниматься лопатка. Вот она закономерность. То есть вы когда ходите, у вас происходит вот это. Голова покачивается. И чтобы исключить избыточное раскачивание головы и тем самым не расплеская содержимое коробки, вам нужно сгасить это все грудным отделом. Соответственно, отсюда и появляется контрдвижение. Вообще в нашем теле много контрдвижений, которые создают то самое натяжение. За счет натяжения мы не падаем. Мышцы эксцентрически удлиняясь, вот видите, я сейчас вот так наклонюсь, у меня вот здесь натяжение возникло. И вот тут два сегмента натянулись. И они тем самым не дают провалиться. То есть они удерживают эти сегменты друг относительно друга. Вот я в другую сторону наклонюсь. Вы когда будете ходить, прям проверьте. У вас это есть, у нас у всех это есть. Именно так мы и перемещаемся, и способствует это прямому хождению. Именно такая биомеханика. То есть одно навстречу к другому, чтобы создать натяжение, за счет натяжения не упасть. Чтобы буквально голова, чтобы не свалилась никуда, не завалилась, не оторвалась. Да, вот так. Все. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует. Продолжение следует...